Привет, друзья! Сегодня я вам сниму новую рубрику проверка временем. Телефон модель номер 1 N3, копия Samsung Galaxy N3. Уже у меня пробыл около 8 месяцев с нового года, этого 2014 года. И что я могу сказать по поводу его использования. Для начала небольшое мое мнение. Это то, что в принципе телефон хороший. Учитывая его стоимость, характеристики, в принципе работает хорошо. Но, конечно, я выявил за все это время некоторые недостатки, даже некоторые существенные недостатки. Итак, самый большой недостаток это, конечно, качество сборки. После некоторого времени использования оказалось, что с правого нижнего угла, сейчас покажу, отходит немного стекло. Сказали, ходил в мастерскую, сказали, что могут приклеить, но стоит это как бы не дешево. Поэтому пока решил не заклеивать. Это самый, наверное, большой такой недостаток. По внешнему виду телефон отличный. Больше никаких нареканий. Используется без пленки, без чехла. Ни одной царапинки нет. Ни одной царапинки, даже малейшей. Это порадовало. Хотя стекло не горило глаз, которое очень популярное, но тем не менее все хорошо. Сзади тоже особо никаких царапин нет больших. И единственное, я вот недавно смотрел, чуть-чуть заметил, вот, на краешке стилус чуть-чуть краска. Это ни капельки не заметно, но это единственный, по-моему, внешний недостаток, кроме стекла отходящего. Перо вот это. Все. Дальше. По внешнему виду, значит, все отлично. Тут никаких проблем не было больше. Далее. По производительности. Скачал новую версию Antutu, еще раз протестировал. Так, посмотреть циферки интересно было. По сути, хочу сказать, что не тормозит вообще. Процессор 6589, турбированный, по крайней мере, по частоте так написано. Но есть сомнения, может быть, он и не турбированный, оказывается. Работает сенсор хорошо, экран очень яркий. Все не тормозит, программы запускаются хорошо. Все нормально работает. По камере скажу. Камера тут заявлена 13 мегапикселей. Но по субъективным ощущениям, тут, скорее всего, 5 или 8, честных. Потому что стоит интерполяция. И, по-видимому, никаких 13 мегапикселей в честных идти не может речи. Но. Снимки получаются хорошими. Сейчас покажу несколько. Снимки, в принципе, при большом увеличении начинают расплываться, но не очень сильно. И, в принципе, вот когда я на таком большом экране не увеличиваю, очень хорошее получается качество. Хорошая цветопередача. Хорошая насыщенность. Все, в принципе, неплохо получается. Вот такие снимки. Передняя камера заявлена 5, но тоже, опять, скорее всего, соврали. И реальных 2 мегапикселя имеется. Что, в принципе, достаточно для использования. По громкости динамиков была проблема, которую получилось решить. Значит, разговорный динамик был достаточно тихий. И когда на улице много шума, в машине, когда едешь, некомфортно было говорить, плохо слышно собеседника. Это решилось при помощи специальной программы. Я, наверное, сделаю видео, покажу, чтобы у людей не возникали проблемы, как решить, исправить проблему с громкостью динамика. Так, кстати, датчик света работает хорошо. Вот автояркость работает прекрасно. Сейчас поставим авто. Видим уменьшение. То есть, все работает хорошо. И вот, опять же, увеличение яркости. Тут все работает. По всем остальным этим функциям самсунговским практически все хорошо работает. GPS работает, но, естественно, как на всех МТК-смартфонах, приходится достаточно долго ждать запуска. И чем чаще запускаете, тем лучше он работает. В интернете серфинг прекрасный, быстрый. Видео не тормозит ничего. Все быстро загружается. Мгновенно просто. Включаются программы быстро, на удивление. То есть, тут все хорошо. По батарейке. По батарейке есть недостаток. Недостаток, ну, как бы для такого большого телефона, 2600 мАч, небольшая батарейка, или 2800, что-то такое. Но, тонкий очень. Конечно, тут большую батарею не вместить. Оригинальная батарея сюда тоже не подходит от Samsung Note 3, потому что она немного толще. Но, тем не менее, держит целый день, смотря фильмы, смотря игры. Но если не прекращая играть или смотреть фильмы, это часа на 4 где-то хватает. В принципе, для обычного использования хватает нам целый день. Свободной оперативной памяти после загрузки где-то 600 мегабайт. Ну, потом оно уменьшается где-то до 400-390. Вот, очищаю. Получается такое внушительное количество. Значит, стандартный лончер я убрал, поставил сторонний, как он называется. Сейчас, не помню. В общем, какой-то лончер я поставил там из маркета. Самый популярный или не самый. В общем, неплохой. И все, мне больше нравится, чем самсунговские. Значки остались самсунговские. Все хорошо. Телефон работает прекрасно. Звонит постоянно. Все нормально получается. Две симки работают. Интернет. Тоже все хорошо. Также советуют это приложение Better Camera. Better Camera советую. Очень классная. Делает HDR-снимки. Хорошего качества. Лучшая камера из всех, что я находил сторонних. Даже немного лучше, чем все остальные. Встроенные. Вот что я могу сказать про этот телефон. Попользовавшись им какое-то время, понимая, что да, есть телефоны лучше, есть в каждом телефоне свои недостатки. Но вот для пользования, конкретно телефон, чтобы смотреть фильмы на телефоне, такой экран классный, он полностью свои функции выполняет. То, что отходит стекло, как бы минус небольшой есть, это можно, во-первых, исправить, во-вторых, не сильно влияет на эксплуатацию. То есть, оно не отваливается. Просто немного отходит. Всё работает хорошо, чётко. Учитывая его цену, этого телефона, я могу посоветовать вам его использовать. Нет в нём таких крупных недостатков, которые бы ломали всё мнение о телефоне. Всё. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Надеюсь, вам будут следующие нравятся. И я сделаю видео, как улучшить звук из внешнего динамика и разговорного. Ждите эти видео. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!